В Китае за минувшие сутки зарегистрировано 12 случаев COVID-19, в том числе 9 локальных. Общее число больных коронавируса менее чем за 2 недели в Пекине превысило 250 человек. И хотя число вновь заболевших в столице уменьшается, власти города увеличивают масштабы тестирования. На сегодняшний день около 3 миллионов человек уже сдали тест на коронавирус. Ежедневно пекинские лаборатории могут обрабатывать до 300 тысяч тестов, а по всей Поднебесной почти 4 миллиона тестов в день. Во многих районах развернули пункты сбора анализов. Кого они обслуживают и как работают, выясняла Бутагос Саргабаева. Пункты сбора анализов на COVID-19 развернуты во всех районах, признанных зонами высокой и средней эпидемиологической угрозы. Их сооружают буквально за ночь. Сейчас таких точек насчитывается около 400. Здесь тестирование проходит строго по спискам жителей близлежащих жилых кварталов и работники сферы услуг. Анализы берут на открытом воздухе, чтобы не создавать скопление людей и обезопасить их в случае, если среди них окажутся заболевшие. Медики меняются каждые пару часов, так как в Пекине стоит жаркая погода. Людей просят соблюдать все меры предосторожности, быть в маске и соблюдать дистанцию. В настоящее время в Пекине мы можем брать до 300 тысяч анализов в день. Таким образом, Пекин вступил на ускоренные рельсы тестирования населения. Клиники и лаборатории столицы направили около 8 тысяч сотрудников для помощи в сборе анализов на местах. В жилых районах социальные работники оповещают жителей и собирают их для коллективного сбора анализов. В Пекине, хоть и уменьшается число вновь заболевших, меры не ослабляют. Напротив, расширяют масштабы тестирования. Теперь к списку тех, кому нужно сдать анализ на COVID-19, добавили всех, кто занят в сфере доставки. Это и еда на вынос, и экспресс-почта. В список попали даже работники банков, торговых точек и супермаркетов. В последние дни жители тревожат новости, что среди заболевших есть доставщики еды, сотрудники магазинов и ресторанов. Поэтому люди охотно идут сдавать тест. Весь процесс упорядочен. Правила соблюдают и сами люди. Я пришла сдать тест, чтобы быть уверенной в своем состоянии здоровья. Для меня это также проявление ответственности и в отношении моих близких. В Пекине планируют дифференцированно собирать анализы. К примеру, в зонах высокого риска обрабатывать будут каждый мазок. А в районах низкой эпидемиологической угрозы рассматривают возможность обработки одним реагентом до пяти тестов, чтобы увеличить объемы тестирования и оптимизировать расходы. Если человека обязали сдать анализ на коронавирус, это будет бесплатно. Но если он сдает его по своему желанию, то тест обойдется примерно в 40 долларов. Мест для сдачи немало. В Пекине, к примеру, открыты около 130 учреждений. Это и лаборатории, и больницы. Кроме того, здесь за три дня соорудили мобильную лабораторию, которая может обрабатывать до 50 тысяч тестов ежедневно. Патогос Рогабаева, Айгерим Сулейменова, Хабар-24, Китай, Пекин.